Итак, сегодня будет презентация про новые фичи из стандарта C++20. Так как на последнем митинге был одобрен уже окончательный список фич, я считаю, что можно уже сделать на них презентацию, рассказать, тем более, что большинство из них уже реализованы в тех или иных компиляторах. В этот стандарт вошло довольно много фич, как мы видим, и по рейнджам большой техник, аспект, и концепты, и модули, и корутины, и еще много чего. Вот. Такой у нас сегодня план. Конечно, все фичи включить не удалось, так как время ограничено, но я выбрал самое интересное, по моему мнению. Начнем с чего-нибудь простого. В C++20 добавили такой оператор, называют его spaceship оператор, или three-way comparison. Он позволяет нам реализовать только один раз оператор, который возвращает некоторые значения, и компилятор нам сгенерирует все остальные операторы сравнения, то есть меньше, больше, меньше равно, больше, равно, равно и не равно. По поведению он похож чем-то на функцию strcmp. Он может быть, в принципе, автоматически сгенерирован компилятором. Когда у нас простые какие-то типы, типа int, или string, для которых уже есть операторы сравнения, компилятор может все это автоматически сгенерировать. Это сейчас, на данный момент, это работает в Visual Studio. В Clang'е не совсем, в Clang'е у меня не получилось реализовать вот такой вот оператор, который бы сам компилятор генерировал. Но вот такого рода что-то должно быть, что-то должно работать. То есть здесь мы явно реализуем этот оператор, вот такой вот тип ordering. С помощью этого типа можно реализовать как все операторы, так и часть там, допустим, только больше-меньше. Либо же там мы можем сделать так, чтобы у нас только допускались еще и unordered какие-то значения. Ну, в общем... Секунду. Тихо, не дальше. Еще много чего было добавлено для compile-тайма. В частности, такая фича, как immediate functions. Что это дает? Проблема с constexpr в том, что компилятор не гарантирует, что функция будет вызвана во время compile-тайма. То есть она может быть вызвана как и в рантайме, так и во время compile-тайма. В зависимости от параметра. Допустим, если у нас параметры зависят от рантайма, то и функция будет вызваться во время рантайма. Было предложение ввести такой спецификатор, как const.val, который точно гарантирует, что функция будет вызвана во время компиляции. То есть если мы попытаемся вызвать ее с аргументами, которые неизвестны на этапе компиляции, мы получим ошибку. Это, конечно, предполагает, что функция будет инлайниться, но, к сожалению, сейчас она еще пока не реализована в Clang, в GCC и в Visual Studio. Но в скором времени будем надеяться, что это уже будет реализовано. Еще одна полезная вещь, которая была добавлена на этапе компиляции, это функция isConstantEvaluated. Она позволяет в constexport функциях отделить код, который будет исполняться во время компайл-тайма, от кода, который будет исполняться во время рам-тайма. То есть здесь у нас такой пример функция power, который возводит степень. Во время компиляции мы какой-то простой алгоритм берем. Ну, а если же мы вызываем время рам-тайма, то уже какой-то более сложный алгоритм выполняется. Это сейчас реализовано в GCC и в Clang. В студии, насколько помню, еще этого нет. Также было добавлено множество других фич, связанных с компайл-таймом. В частности, была сделана поддержка виртуальных и constexport функций, ну, просто потому, что раньше это ограничение было искусственным. То есть не было никакой причины не делать виртуальные функции constexport. Сейчас же это уже поправили. То есть у нас, ну, получается, таблица виртуальных функций, она известна на этапе компиляции. Мы неспокойно можем все это в компайл-тайме посчитать. Также добавили поддержку track-cache блоков в constexport, type-id, runtime-type identification и прочее. Это позволило сделать очень много вещей из STL-а тоже constexport. Например, стримки, вектор теперь почти полностью могут работать во время компайл-тайма. Ну, и другие типы, как вы видите. И swap функции, и tappled. Ну, вот простой пример. Вот здесь у нас некая иерархия класса. Есть виртуальные функции. Вот здесь она вырадится в дочернем классе. И мы можем вполне себе вызвать это во время компайл-тайма и получить ожидаемый результат. В принципе, все довольно просто. Следующая тема — это концепты. Тоже довольно большая фича. На ней работали уже достаточно долгое количество времени. Ну и в конце концов она попала в C++20. Что такое концепт? Это некий именованный набор требований и ограничений для параметров шаблона. Чем-то похож на штуки из type trace, которые у нас позволяют делать утверждение типа является ли тип целочисленным или является ли тип знаковым и так далее. Но концепты позволяют более строго задавать эти требования и вследствие чего ошибки компилятора становятся более читаемыми. Ну и в принципе понятно, что это за тип. Не нужно городить вот эту магию из enableEF, сеная и прочее. А тут все четко. Берем концепт, передаем ее в шаблон и получаем ожидаемый результат. Пока что это работает только в GCC с флажком, то есть это еще как драфт получается, но в скором времени ожидается в остальных компиляторах. Пример такой. Есть у нас функция, которая сравнивает два числа на меньше, больше или равно. и в изначальном варианте у нас получается тип может быть вообще любой. То есть если мы сюда передадим какой-то тип, которого нет у таких операторов, будут не вполне читаемые ошибки. Сейчас же это будет делаться вот так. Определяем концепт, указываем, что у него есть некоторые ограничения. Это включает в себя оператор меньше и оператор больше, который возвращает бугл. Дальше просто передаем этот концепт как тип функции. При инстанцировании это все подставится в нашу функцию. вот здесь. И мы получим такую ошибку. Здесь мы видим, что наши требования концепта не удовлетворены. То есть у нас в нашем типе X нет таких операторов. Очень просто и понятно. В стандартную библиотеку тоже добавляют большое количество готовых концептов, чтобы нам не пришлось их писать с нуля. В частности, вот, например, есть Muleable. В нем довольно много различных требований. Ну и все остальные готовые концепты будут в хедере концепт. с единственным уточнением, что собираются все-таки поменять CamelCase на Undersport, чтобы было консистентно с остальной частью стейля. Так, двигаемся дальше. Следующая большая фича это ranges. Так называемый the one ranges proposal. Основной автор это Eric Nibbler, если я не помню. В чем смысл? В том, что добавляется новое понятие range, это некая абстракция поверх итератора, то есть это итератор плюс какой-то сентинел. То есть мы можем определить, допустим, какой-то диапазон. Начало диапазона и конец диапазона. Это нам позволит использовать больше возможностей для манипуляции со всеми этими последовательностями. В частности, можно делать фильтрацию последовательности, трансформацию различного рода модификацию. Много алгоритмов из STL получат интерфейс для этих ренджей. Также мы сможем манипулировать всякими большими и даже бесконечными последовательностями. Генераторы какие-то использовать. ренджи позволяют лейзи эволюйши применять к диапазонам. Из полезных вещей также это stringview и spam. Это некоторые readonly отображения на массив, на строку или какой-то другой контейнер. Мы можем читать из него, но модифицировать мы его не можем. Это поможет нам избежать разных копирований и mov'ов, которые нам нужны. По поддержке в компиляторах сейчас насколько я помню частично реализовано в студии в кланге по-моему это на бранше все еще. То есть полностью это еще не реализовано. Потому что там большие требования по концептам. Там очень много новых концептов нужно всяких corefish языка. Пока что это не реализовано. Но мы можем это уже попробовать как стороннюю библиотеку, на которой основываются комплементации в STL. Здесь вот есть пример. Я использовал эту библиотеку Ranges Ranges V3. То есть тоже третья версия. Здесь мы видим функцию Yota, которая генерирует последовательность. То есть она берет число и по какому-то алгоритму добавляет нам ну то есть по умолчанию она добавляет единицу. Можно передать окончание диапазона, можно задать только начало, и тогда она сгенерирует бесконечную последовательность. Ну понятно, что она не будет генерировать полностью бесконечную последовательность. Она будет лейзи как-то все генерировать при доступе. То есть здесь мы сгенерировали последовательность. Дальше мы применяем адаптер к этой последовательности, последовательности, который нам позволяет отфильтровать, ну то есть получить под диапазон из десяти элементов ну и просто вывести от одного до десяти. То есть один и зер и десять. Второй пример это можно написать такую простую функцию определения является число простым, то есть делится ли оно на себя и на единицу. Здесь это тоже сделано с помощью генерации последовательности. Та же самая функция йота, только начинаем с двойки, ну потому что проверять деление на единицу и с места. И конец диапазона будет наше число, которое мы передаем в качестве аргумента. Дальше мы проверяем делится ли это число на текущий элемент последовательности и нам нужно, чтобы для всех элементов последовательности соблюдалось вот это условие. of. Ну и результат тут в принципе будет очевиден для 37 вернет false, точнее true для 6 вернет false. Эту библиотеку ranges можно поставить с помощью менеджера пакетов Windows vcp package или же просто склонировать гитхаб репозитория в презентации потом будут данные ссылки, если хотите подолготь до реализации в компьютерах. Еще интересный пример из range это projection. То есть мы можем отсортировать последовательность по какому-то мемберу класса или структуре. В данном примере у нас структура employee с тремя полями. потом у нас вектор таких объектов и мы допустим хотим отсортировать по убыванию точнее по взросланию по полю name. Мы просто в перегрузку функции sort передаем этот вектор из которого насколько я помню создается view уже здесь при передаче передаем критерии сортировки как просто ссылку на member и он нам генерирует уже сортирован view вот такой результат получается то есть довольно довольно просто получается следующая довольно полезная фича которая уже реализована во всех компиляторах это проверка на наличие конкретной детали языка в текущем компиляторе то есть все предыдущие фичи если мы допустим собираем на нескольких компиляторах но на каких-то из них еще не доступны это фич мы можем с помощью ифдефа легко отделить новый код от старого кода есть вот такие вот макросы которые определены для большинства фич которые добавляются самых стандартов например мы хотим проверить есть ли у нас range-based пор есть ли у него такой вот макрос или там если мы хотим проверить наличие конкретной фичи в стл есть вот такой макрос начинается с cbp-lib и дальше имя фичи также можем проверять наличие атрибутов например нодискарды будет ли ворнинг при игнорировании return value функции вот примерно так она будет выглядеть также эти макросы возвращают версию фич допустим если было несколько ревизий фичи то по этой версии можно также отличать это все следующая большая фича это модули их все-таки одобрили в c++20 тоже довольно долго над ними работали ну какие проблемы они решают получается текущий механизм у нас это инклуды но с ними довольно много проблем например если мы меняем инклуд который инклудится в большом проекте у нас будет очень много пересобираться объектников также инклуды часто меняют значение макросов что приводит к очень неожиданным результатам например простой пример макрос есть такой макс который определяется в windows кедерах например и из-за него нам приходится использовать определенный воркаранд для вызова стдмакс функции также в хендерах чтобы избежать повторного включения нам приходится использовать инклуд варда но это все воркаранд потому что у нас хендеры текстовое включение в модуле пытаются решить все эти проблемы то есть вместо инклуда у нас будет импорт декларации модуля также модуль это уже не текстовый файл а бинарный в какой-то мере он чем-то напоминает precompiled хедер то есть этот бинарный бинарный модуль он будет загружаться во время компиляции и у нас будет меньше разбора объектников при изменениях мы можем избежать еще зависимости от разных макросов то есть экспортируются только символы из модуля никакие макросы ничего не видно пользователям этих модулей сейчас поддержка модулей все еще в разработке есть поддержка от кланга и от visual студии но они немножко отличаются так как я так понимаю что в кланге это раньше было реализовано и у них немножко отличается от спецификации стандарта но я думаю это в будущем будет поправлено вот у нас простой пример модуль состоит точнее может состоять из нескольких частей в частности это модуль интерфейс здесь у нас только декларации функций переменных которые мы хотим предоставить пользователям модуля ключевое слово экспорт здесь имеет другой смысл то есть экспорт какие декларации мы хотим предоставить дальше можем отдельно сделать реализацию модуля по отдельным cpp файлам здесь у нас модуль просто модуль имя модуля без экспорт то есть какой модуль мы здесь реализуем и реализация всех функций ну и если мы хотим использовать наш модуль нам просто нужно сделать импорт и вызываем функции которые у нас здесь объявляются одна из особенностей с которой я столкнусь когда пробую эту фичу это то, что include лучше включать перед вот этим определением модуля иначе возможны какие-то ошибки линковки которые очень сложно отлаживать вот примерно такие команды нужно использовать в clang чтобы собрать этот пример мы видим здесь precompile файл то есть мы декларацию сначала в бинарный вид рекомпилируем а потом ее дальше включаем в остальные файлы то есть чем-то похоже на precompile хедеры ну и cppm это стандартный экстеншн в clang в visual studio там другой экстеншн ixx насколько я помню то есть даже здесь они пока что не договорились но в будущем это скорее всего будет более строго и еще одна очень интересная штука которую добавили в C++20 это корутин что это такое корутин это функция которая может быть остановлена на какое-то время и дальше мы можем возобновить ее то есть это своего рода реализация кооперативной мультизадачности когда у нас переключение управления происходит не автоматически то есть не планировщиком а юзер сам определяет моменты в которые нам нужно передать управление в другой поток точнее в другой поток выполнения то есть корутин не обязательно могут выполняться на разных поток мы можем иметь несколько корутин в одном потоке корутины в принципе это не новое понятие они есть в разных языках типа go и поэт и другие языки есть такие подходы как стек корутин и стек корутин стек фу еще называют файберс есть кстати реализация бус файбер файберс библиотека это мы используем отдельный стек чтобы сохранять состояние корутин а потом ее возобновлять но в сепис плюс 20 мы получим стек с корутин то есть получается у нас состояние корутин и ее локальные переменные сохраняются на стеке вызывающей стороны дополнительное пространство выделяется на стеке мы там все это и ну и как следствие время жизни корутин зависит от времени жизни где она вызывается чем полезна корутин например мы можем использовать их для неблокирующего водовода то есть если какой-то долгое чтение из диска мы можем в это время делать какие-то другие задачи потом проверить результат ввода вывода через какое-то время сделать резюм также полезно на каких-то лези вычислениях в генераторах тоже можно генерировать какие-то бесконечные последовательности в программах которые рассчитывают на ивенты очень много можно применений этого найти в плане реализации мы получили новые ключевые слова то есть co-await это мы останавливаем точнее приостановлен корутину потом можно ее дальше зарезюмить co-return это мы завершаем корутину co-yield это мы возвращаем значение без завершения корутин это полезно когда мы допустим пишем генератор даже пример такой здесь мы на первом вызове co-yield получим единицу и корутина переостановится на следующем вызове мы получим бойку корутина завершится по поводу поддержки пока что она тоже находится на этапе разработки есть некая поддержка в кланге в студии основная проблема в том что сам механизм корутин уже в принципе реализован в этих компьютерах но не хватает вспомогательных типов вроде как вот здесь генератор вот эти вот промиссы вот этого всего пока что не пытает приходится писать шаблонный код чтобы это все заработало то есть это вот эти вот дополнительные объекты они нужны чтобы сохранить состояние рутины сохранить промисс и возобновлять но в итоге мы должны получить в стеле уже готовые наборы этих типов и тогда не нужно будет писать дополнительные какие-то классы структуры а можем уже заиспользовать готовые просто в таком виде примерно ну в 20 конечно очень много фич но некоторые из них не вошли в стандарт довольно интересные например контракты мы можем это улучшенная версия assertive reflection хотели внести тоже информацию о классах и так далее но не успели закончить тоже метаклассы расширение в стеле разные но к сожалению это не вышло в стандарт в принципе это все что я хотел сегодня рассказать может быть есть какие-то вопросы спасибо за доклад там ты на втором сайте показывал вот этот space shape операторов вот где вторая фунт которая там была strong ordering да там еще было типа я видел там weak ordering знаешь что разница да в принципе я смотрел получается у нас есть strong ordering weak ordering special ordering получается если нам нужны все операции то есть больше меньше равно но не равно мы используем strong ordering если нам нужна только какая-то часть допустим равно не равно то мы используем weak ordering паршал ординг он нам позволяет использовать точнее позволяет в последовательности иметь значения которые мы не можем сравнить допустим 05R ну да это очень отличный оператор когда строки сравнивать и место да довольно полезно но чаще всего это будет вот таком виде то есть авто и компилятор все сгенерирует ну да но пока сейчас можно только использовать библиотеку буст как наследовать через разные функции вот и насчет там модулей и корутин ты говорил еще их нет в GDC они в GDC они есть а это типа отдельная бранча которая от главной ветки смотрится да в ну по поводу модулей в клэнге они есть просто они лишь с флажком F-модульс то есть они ищут кната драфта в GDC я к сожалению не пробовал но да по идее ну да там мобильный брач там просто довольно много еще разногласий я понимаю и очень много зависит от реализации то есть там ленковщик реализации вот этих компайлот интерфейсов тоже довольно сложно понимаем поэтому скорее всего еще долго будут делать поддержку но тут в принципе про модули про карутин можно делать отдельные презентации что если будет интересно можно будет сделать когда они более готовые тоже range-based ford для крутин питер меса ем что было порсеван еще раз муна кстик из того что я пробовал не было реализовано то есть я это пробовал в в кланге в кланге пока что нету range-based ford но насколько я понимаю когда добавят вот этот тип генератор или что-то в этом роде стиль то есть когда будет этот шаблон он уже скорее всего должен будет поддерживать range-based ford а если нет то скорее всего в вот этом вот ranges будет что-то типа view по которому уже можно будет итерировать его скорее всего самому можно дописать добавить begin-end и оператор плюс-плюс и range-based ford будет работать для чего угодно да я могу даже показать сейчас там много чего приходится реализовать самому то есть вот такой пример простой карутина очень маленькая но нам приходится вот это вот все пока что реализовать самому этот генератор в принципе мы можем сюда добавить begin-end и тогда он будет поддерживать итерацию я надеюсь что это будет все-таки в стиле потому что это очень сложно реализовываться окей понятно до речи еще ця функция sort яку продает цепало цепало воно якого типу залей их что это за конструкция такая казюн на само поле типа стринг а здесь у нас это указатель на момент касательно мы вам просто ну по сути такой Резолвит указатель на N-barren автоматически. Окей, дякую. Еще вопросы будут? Ну, тогда всем спасибо за внимание.